Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. Сегодня говорим о событии 23 декабря. 20 декабря 1699 года российский царь Петр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января. Своим указом Петр I повелел 1 января 1700 года украсить дома в Москве сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, по образцам, выставленным в гостином дворе, в знак веселия друг друга обязательно поздравлять с Новым годом и столетием. На Красной площади был устроен фейерверк, пушечные ружейные салюты, а москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов. После Петровской реформы в России церковный Новый год продолжал отмечаться с 1 сентября, а день 1 января считался праздником светским. После революции 1917 года празднование Рождества и Нового года в России было отменено. Эта традиция возродилась только в 1935 году в качестве детского праздника. В начале января 1937 года в колонном зале Дома Союзов была торжественно поставлена первая советская елка. Дерево достигало 15 метров в высоту. Репортаж из зала показали в киножурнале Советский Союз. На следующий год по всей стране засияли сотни праздничных елок. 23 декабря 1947 года указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января было объявлено нерабочим днем. Со временем Новый год превратился в праздник, которому народные традиции придали ни с чем не сравнимое очарование и особый смысл. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.